Ребятки, всем привет! Это вот начальное внезапное видео, потому что совершенно случайно купил себе iPhone X. Причем этот iPhone X интересный, он на 256 гигабайт, и он, как видите, рост тест по коробкам. То есть здесь содержит iPhone X и все такое прочее. То есть не европеец, не американец, ничего такого прочего. И что интересно, это цена этого iPhone, который он мне достался, я его купил за 40 тысяч рублей. Купил я его, по сути, найдя на Авито. И вы помните, у меня был iPhone X белый, который я выкупил по трейдину. Который не разбитый, а который абсолютно новый. Но я его тоже уже продал. И вот у меня появилась вот эта десяточка. И я бы, знаете, очень хотел рассказать. Я его купил, вечером встретился с человеком, посмотрел. Из интересных моментов, ну, на самом деле, это покупка везучая. Потому что вот, как и с той десяткой, там абсолютно новый был телефон. Во-первых, здесь есть страховка от магазина Restore. Вот эта вот сервисная программа. То есть телефон куплен в ноябре, ну, когда их старт продаж был. И его застраховали по вот этой вот сервисной программе. Для того, чтобы если телефон разбить, вам это компенсировали все, как бы, ремонтом. Вот здесь вот все бумажки. И, что интересно, есть еще чек. Чек тоже из Restore. И цена этого телефона по чеку. 89,230. 89,230. Соответственно, телефон на гарантии двухлетний. Он куплен, кстати, какого-то слова он куплен. Естественно, я проверил всякие моменты с выходом из iCloud. Блин, тут чек, к сожалению, с степлером скреплен. А, в ноябре. Ну, в ноябре он куплен, короче. 3-го ноября. 3-го ноября он куплен. И, тоже чек, наверное, уже насмотрела. Тут все в том, что два года гарантии, раз это Ростест. И самое интересное, что цена у него там 90 тысяч. Если вдруг он сдохнет или еще что-то, то, по сути, как бы 90 тысяч. Еще интересный момент, что клиент, который этот телефон купил, как бы, да, и пользовался им в Ристоре, он даже не открыл аксессуары. То есть, все запечатано. Абсолютно запечатанный блочок, запечатанные лайтнинг, запечатанные наушники с переходником. То есть, как минимум, ну, учитывая, что это вот в 40 обошлось, это сдается еще там уже 4 тысячи и получается на 36 тысяч. И телефон, я его сбросил с заводских настроек. Ребят, ну, телефон в идеальном состоянии, кроме задней крышки. Вот я вам сейчас попробую передать. У него есть, знаете, некоторые элементы, некоторые элементы. Ну, вообще, вот не видно, кстати, вот так вот на камеру. Но если смотреть на ярком солнечном свете, вот видите вот эти потертости? Это вот у нас, соответственно, какие-то небольшие такие потертости от чехла на этом телефоне. Но в остальном, ребят, телефон абсолютно ровный. Телефоном пользовались меньше года. И самое главное, что рамка без облевлости и без всего и экран. Экран тоже, смотрите, в идеальнейшем, в идеальнейшем состоянии. Есть некоторые там, может быть, коцки вот туда, вот тут, вот тут. Но в целом, ребята, такой телефон за эти деньги, я считаю, это очень большая находка. Естественно, первым делом я проверил его по активации. Сверил дату продажи с датой активации. Сверил серийные номера в телефоне с коробкой, с сим-лотком. Это важная операция. И проверил на наличие или отсутствие попадания влаги через сим-лоток, через индикатор влажности. Также посмотрел на загрязненность портов. Все в целом неплохо. И на экран. Экран тоже в идеальном состоянии. По количеству циклов зарядки батареи я не мог посмотреть, потому что у меня макбука с собой просто физически не было. Потому что встречались мы ночью, ну, вечером, по сути, на улице. И что еще интересного у этого телефона? Что он на 250G T5? То есть, как бы, при всем при этом, да, за 40 тысяч рублей, блин, получаем десятку. Актуальный, более чем актуальный аппарат, с еще более чем годом гарантии, с абсолютно запечатанными аксессуарами и 256 гигабайт. Мне, например, эта память нахер не нужна. Но вот охотники за, так сказать, хорошими телефонами, наверное, мы обрадовались. Потому что купить телефон за эти деньги с 256 гигабайтовой памяти, это будет вообще ок. И что мне нравится, ребят, что у этого телефона, да, он Space Gray. Вы помните, вот эти S, которые я вам показывал, у них грани вообще все в дрова стертые. Здесь, ребятушки, грани в идеальном вообще состоянии. То есть, вообще нет никаких следов от активной эксплуатации. Ну, вот вы можете посмотреть, все очень неплохо. Стекло, да, на нем есть эти вот пометки, но... Кстати, снимаю я сейчас на iPad Pro. Вот вы можете видеть в отражении. iPad Pro, 12,9 дюймов, до сих пор служит мне верой и правдой. Был момент, когда он зависал на 11-й прошивке, но на 12-й я обновился, у него все стало хорошо. Ну вот. Ой, нам надо русский язык поставить. Вот, в общем-то, телефончик этот сейчас, наверное, активирую. Буду, наверное, им пользоваться, тестировать, смотреть, что с ним будет. Ну, мне кажется, проблем с ним никаких не должно быть. Но, естественно, я бы радовался, если бы, например, он сдох от чего-нибудь, чтобы мне, например, по гарантии поменяли его на новый. И это будет вообще шикарно. А так, хорошая покупка. И это, знаете, это пример удачной покупки на Авито. То есть, в принципе, ищите и найдете. Вот так скажем. А, кстати, если будете в комментариях писать, ругаться, домашняя атмосфера. Ну, потому что, блин, я приехал с работы только что, сел и записываю, блин, для вас видео, ребятушки. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк вверх. Всем удачи, всем пока.